всем привет сегодня поговорим о том как диагностировать свой автомобиль своими руками какие нужны для этого адаптеры вот какие программы в частности я буду рассказывать о вазовских машинах вот у меня него контроллер bosch м есть 17.9.7 вот некоторые тонкости и в конце видео вас ждет небольшой подарок даже там будет несколько подарков понадобится нам два адаптера но вернее один для разных целей значит этот bluetooth елен 327 он у нас значит подключается к бады 2 и устанавливается на телефон программа open diac мобайл а вот этот к line адаптер он также подключается к бады 2 и компьютер или к ноутбуку ну в машине удобнее ноутбук вот с его помощью также устанавливается на компьютер программа open diac уже не мобайл а пока версия и также через этот шнур можно прошивать сам блок управления в автомобиле вот но сегодня этого делать не буду это будет видео позже наверное зимой уже вот так начнем наверно мы кратко с open diac мобайл а потом вернемся уже пока версию под видео будут ссылки на калайн адаптер и лн 327 адаптер ссылки по которым если захотите сможете их приобрести вставляем наш адаптер bluetooth включаем нашу программу скаченную программа совершенно бесплатная на сайте open diac теперь нам нужно подключиться поиск устройств нажимаем вот у нас появился 0 0 нажимаем на него это он нашел наш адаптер bluetooth и так надо ввести пин-код нужно ввести стандартный 1 2 3 4 нажимаем и не подключается потому что нам надо включить зажигание включили зажигание давайте еще раз подключимся итак у нас на первой вкладке заводской номер блока управления код тбу прошивки модель автомобиля дата и так нажимаем параметры я сейчас не буду обо всех параметрах рассказывать в этой программе потому что далее мы перейдем в пока версию они абсолютно идентичны но там просто будет удобнее показывать и записывать это видео дальше значит параметры различное количество то есть тут абсолютно все есть вот первое количество ошибок ошибок нету напряжения батареи давайте зайдем в следующую вкладку ошибки ошибок нет далее каналы acp здесь у нас и напряжение батареи датчик температуры охлаждающей жидкость то есть можно проверить работоспособность датчиков следующая вкладка пропуске воспламенения но это на заведенном автомобиле все проверяется параметры детонации вот почему собственно я выбираю для вазов эту программу либо мобайл либо значит для пока версии потому что именно эта программа это не реклама сразу скажу она наиболее правильно отображает все параметры потому что в некоторых некоторых зарубежных значит аналогичных программах изначально неправильно стоят заданы некоторые функции то есть у нас если в россии километры метры там литры да и так далее то в аналогах зарубежных там часто используются какие-то футы и дюймы и некоторые таблицы программах они изначально неправильно заложены поэтому программу будут показывать неправильно вот эта программа для наших автомобилей она подходит идеально теперь я подключил к line адаптер в оба д2 разъем и второй конец к ноутбуку теперь мы подключим программу программе в окошке выбираем пункт к line адаптер нажимаем ok включаем поджигание и вкладку нажимаем определение комплектации у нас пошла загрузка и вот у нас высветились первые данные мы нажимаем переход диагностики блока стрелочки зеленый нажимаем у нас открывается программа полностью переменные списки здесь у нас все то же самое что и было в мобильной версии почему я во первых выбираю эти две программы телефона планшеты для ноутбука потому что во первых эта программа бесплатные ссылки на эти программы будут также под видео и они идеально подходят для отечественных автомобилей причем для практически практически всех автомобилей итак значит давайте посмотрим какие параметры у нас здесь есть это количество ошибок сейчас ноль напряжение батареи температура охлаждающей жидкости обороты двигатель но сейчас машина заглушена поэтому некоторые показатели по нулям скорость автомобиля угол опережения зажигания длительность импульса впрыска положение дроссельной заслонки вот кстати момент обратите внимание педаль нажимаю и у нас дроссельная заслонка положено вернее показания меняются также положение педали газа меняются здесь у меня в машине стоит электронная педаль так дальше массовый расход воздуха напряжение датчика кислорода второго расход топлива литра в час некоторые другие значит параметры кстати говоря параметры можно выбирать здесь вот есть выбор набора параметров где стоят галочки напротив какого-либо из параметров можно включить или выключить кода цепи у нас показаны который можно проверить работоспособность датчика вот наверное кто-то уже подумал а как проверить правильные показания какие они должны быть досмотрите видео до конца и как обещал там будет вам подарок который вам в этом поможет я дальше подробнее расскажу значит здесь у нас управление иммобилайзером значит у нас здесь есть несколько таких удобных параметров допустим от реле бензонасоса и его можно включить я не знаю сейчас наверно не слышно вам будет но гудение такое произошло насоса и выключить также можно у меня стоять два вентилятора охлаждения допустим 1 можно включить вот он включился у меня и выключить также 2 можно сделать такая же точная ситуация с форсунками с катушками реле стартера можно клапан продувки абсорбера можно включить можно установить для диагностики желаемые обороты оборота холостого хода то есть машина заведена допустим там 800 оборотов выбираете желаем обороты вводите значение там какой-нибудь да по моему 2400 оборотов можно ввести вот нажимаете окей и включить и выключить давайте дальше здесь у нас вкладка с графиками тоже удобно можно задать какие-либо из графиков и посмотреть уже соотношение того или иного датчика ко времени или к расстоянию вкладка ошибки ошибок нет но здесь вот очень интересно есть у нас пункты такие как сброс ошибок сброс всех групп ошибок сброс контроллера и вот самый интересный сброс и был с инициализацией то есть когда вы нажимаете программа спрашивает подтверждение этого действия если вы соглашаетесь то ваш блок сбрасывается абсолютно полностью до такого стане как будто его только что прошили то есть он просто как младенец становится то есть такое состояние как будто только прошили в него еще никакие параметры не сохранились то есть манера вашей езды там работа датчиков ничего абсолютно ее применяют вот этот пункт когда меняют какой-то важный датчик допустим там поменяли дмрв вот или еще что-то применяют нам дроссельную заслонку поменяли новую поставили делается сброс и будет снициализацией и начинается практически обкатка автомобиля с нуля но обкатка не смысле двигателя обкатывать обкатка в электронном смысле значит по-новому начинает программироваться весь блок управления вот но есть нюанс небольшой в частности на блоках управления bosch и 17.7 когда вы делаете сброс и был снициализацией нужно кое-какие калибровки произвести вот об этом я вам чуть далее расскажу так вкладка паспорт ну в принципе она не особо используемая дополнительные параметры здесь у нас и обучение этот кстати после сброса и был снициализации нужно проводить обучение вот адаптации различные здесь указаны максимальная задержка угла опережения зажигания и так далее давайте заведем автомобиль ну вы можете видеть параметры различные напряжение батареи вот сейчас 13 с лишним значит у нас зарядка идет температура охлаждающей жидкости но еще не прогрелась машина оборота двигателя опять же машина не прогрета они немного увеличены это нормально скоро сейчас по нулям стоим холостых длительность импульса впрыска положение дроссельной заслонки и педали газа вот сейчас газ понажимаю смотрите положение педали увеличивается положение дроссельной заслонки также и оборота соответственно массовый расход воздуха вот но сразу скажу что все эти параметры нужно смотреть на прогретые нормально прогретый автомобиль это сейчас чисто для примера показываю так ну давайте вот еще кстати интересный момент расскажу скорость автомобиля скорость автомобиля сейчас ну естественно стоим вот некоторые такой момент замечали что вот если стоит машины навигатор он показывает скорость до когда вы движетесь и скорость на приборной панели они различаются то есть навигатор всегда показывает где-то ну на 3-4 километра меньше а на приборной панели всегда чуть чуть больше но это при условии если приборная панель у вас она заводская никуда своими руками не влазил корево вот почему так и какому из этих показателей верить потому что в городах стать везде камеры как ехать быстрее медленнее чему верить навигатору или значит приборной панели он так скажет значит если сравнить три показателя то есть программе через значит у нас на шейбу скорость автомобиля сравнить в это же время то есть в один момент значит с навигатором из приборной панели то навигатор и и был будут показывать абсолютно одинаковые показатели а приборная панель будет завышать на 3-4 километра это сделано специально производителем для так скажем для вашей безопасности чтобы вы думали что допустим вы едете 80 вот то есть чтобы там допустим городах разрешенная скорость 60 километров ну там за превышение до 20 километров не штрафу да и все ездят 80 километров вот и это специально сделано вы едете смотрите что вы едете 80 на самом деле вы где-то едете там 77 поэтому что касается навигаторов они показывают как раз точную скорость мы при условии что они хорошо ловит спутники и также абсолютно точно скорость показывает и был программе так и дальше еще одну одно наблюдение расскажу счетчики пропусков воспламенения иногда вот частенько кстати на него особенно потому что стоит газовое оборудование бывают пропуски и некоторые не поймут почему там троит и причем такое момент случается что начинается строение потом раз и как будто один цилиндр отключается вы значит машину глушите заводить опять все работает все четыре цилиндра через какое-то время раз опять один отвалился цилиндр выключили завелись опять все работает это значит у нас как происходит счетчик пропусков воспламенение считает чуть считай пропуске и если они есть определенная максимальная величина если значит пропуске перед переваливают за это назвать за эту цифру их становится больше чем допустимо то программа отключает автоматически цилиндр то есть это не дело не в том что цилиндр полностью не работает просто программа его выключает соответственно вы глушите заводите опять все нормально но пропуски опять начинает расти со временем этот цилиндр программа сама опять отключает это сделан для защиты катализатора чтобы значит топлива в него не попадал и не разрушал и так видео подходит концу вот но остались еще наверняка масса вопросов вот но и обещал вначале что будут сюрпризы в конце видео такие подарки я вам подготовил кому-то будут очень полезны это электронные книги вот несколько значит интересных книжек и вот первое это электронная система управления двигателем автомобиля семейства до приора калина него с контроллерами bosch me 17.9.7 и м 75 евро 4 устройство диагностика вот что собственно вот в этой книге здесь приведены собственно примеры расположение всех основных узлов которые задействованы в работе блока и там и форсунки их местоположения значит на двигателях тех или иных автомобилей здесь абсолютно приведены все датчики тут есть значит и электросхемы и распиновка самого контроллера бошевского вот потом диагностические карты здесь имеются описание вообще принцип работы там таких датчиков когда датчик массового расхода воздуха там бросили заслонки и многих других вот приведены список всех ошибок на том или ином автомобиле также имеются допуски вот частности перед вами допуски на него то есть вот когда мы в программе смотрели какие-то цифры которые там бегали да не каждый знает . а какие должны быть цифры на самом деле то есть чем сравнивать вот таблица где приведены основные параметры и какие должны быть вот допустим расход воздуха на холостом ходу должен быть от 9 до 15 килограмм час вот то есть а при 3000 оборотах он должен быть от 32 до 40 понимаете да обороты должны быть так сейчас обороты двигателя на холостом должны быть 840 плюс-минус 40 то есть они могут от вас от 800 до 880 оборотов в минуту вот на 3000 понятно там 3000 плюс-минус 100 ну то есть масса параметров с которыми вы можете сравнивать вот эти талоны и сравнивать со своими которые имеются у вас при диагностике и понимать принципе в каком направлении копать также я дам ссылку вот на такое информационное письмо автоваза как раз по нашим контроллерам и я уже говорил что программе можно сделать сбросы бу с инициализации и нужно контроллер обучить провести адаптации нужно адаптацию ну для положения дроссельной заслонки нужно провести и адаптацию функции диагностики пропуска зажигания то есть вот здесь в этом информационном письме есть инструкции как это сделать я его также под видео оставлю так и значит я также оставлю инструкцию руководство пользователя программой вот здесь в принципе можно посмотреть как подключить эту программу как подключить к был не также небольшие советы по работе с программы здесь тоже имеются и напоследок для владельцев не вы я там ссылку вот на такую электронную книгу по ремонту автомобиля здесь есть абсолютно наверно процентов 95 самых основных работ то есть содержание да то есть тут и по двигателю система управления и система питания и карданная передача раздатка коробка то есть сцепление и так далее промежуточный вал тут то есть очень-очень такая мощная книга нет нет да и прибегаю к ее советам может быть кому-то она будет очень полезна в общем все эти ссылки я оставлю в описании под видео ну и в целом я надеюсь что это видео вам понравилось спасибо за просмотр ставьте лайк смотрите предыдущее видео и подписывайтесь на канал до встречи